Обсудим эту тему с человеком, на которого и общество, и политики как раз и возлагают всю ответственность за систему электронного декларирования. Наталья Корчак, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На связи с нами, Наталья, вас приветствую. Скажите, в реестре электронных деклараций скоро будет уже больше миллиона документов. За какой срок вообще реально проверить все эти декларации? Доброго дня. Питание очень хорошо, но вопросы, что связано с сроком проверки декларации, четко вказаны в порядке, который сегодня заявлено и опубликован. Есть порядок проведения проверки декларации. Максимальный термин – это два месяца, то есть 60 календарных дней. Этот термин может быть продолжен в силу того времени, который необходим для получения ответов, еще на 30 дней. Таким образом, можно, всукупно, не больше 90 календарных дней, это термин для проверки декларации. Национальный агентство две недели назад уже приняло первое решение про начало проверки деклараций 23 топ-посадовцев. Это президента, премьер-міністра и членов Кабинета Министров. На минулому неделю мы также приняли решение про начало проверки декларации 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 декларации. Это 11 посадовцев, это и члены Верховного суду, и Высшего Господарского суду, и полиціянты. Мы поняли, Наталья, но все-таки вы озвучиваете все-таки очень сжатые сроки. Вы сроки сжатые озвучиваете. Вашему агентству нужны дополнительные ресурсы или финансирование? Всего ли у вас хватает на сегодняшний день? На сегодняшний день Национальное агентство жило всех необходимых заходов для того, чтобы до 1 квитня регистр бесперебийно функционировал. Вказані заходы были связаны с необходимостью до оснащения аппаратной частины регистра. И, поскольку у нас системным администратором ЕДП УАСС, за их пропозиции в рамках договора о ренде, произошло соответствующее техническое укомплектование регистра. А с 1 квитня мы уже начнем активную работу с модернизацией системы электронного декларирования, чтобы она функционировала в том виде, в котором мы ее видим. То есть, с автоматической проверкой данных и с верификацией этих данных интегрованной системой с другими регистрами. Но для этого нужны и какие-то политические шаги, потому что мы встречаемся с определенными проблемами, связанными с доступом к базе данных, с подъединением к системе конфиденциального связка. Но это те вопросы, которые будут решиваться в продолжении... Наталья, это очень важный момент. А кто конкретно, как вы думаете, вам мешает? И каким образом? Не можно сказать, что нам кто-то конкретно заважает, но нам никто не помогает. Поэтому я неодноразово подкрасивала, что функционирование регистра электронных деклараций она уже не только технического характера, но и определенного политического характера. Поэтому эти последние нарекания с боку Кабинета Министров на нашу работу, нарекания с боку Министра Юстиции на нашу работу. У нас был случай, когда системный администратор хотел вообще отбегать от продолжения с нами договорных отношений. Это все как раз и есть той опосредкованный политический вплив, который не помогает решить конкретные поточные проблемы. Потому что мы неодноразово обратились к Кабинету Министров с листами, связанными с объединением до баз данных, чтобы на урядовом уровне централизованное это вопрос можно было решить. Но мы постоянно опиняемся в ситуации, что нас критикуют, створяют рабочие группы, которые в певном мере отблекают наш счастье. Все мы с вами и борются, не принимая вас. Наталья, скажите последний вопрос. Что происходит с проверкой секретного массива деклараций? Вот документов сотрудников СБУ нет в открытом доступе. Активисты Центра противодействия коррупции даже в суд подали, чтобы признать это незаконно. Меня интересует ваша оценка. Требования активистов могут быть удовлетворены? И проводится ли хоть какая-то проверка вот таких секретных деклараций? В законе про запобегание коррупции есть статья 52, где четко вказано, что порядок проведения проверок вот таких деклараций оси, которые имеют доступ к государственной теймнице, действуют на подставе того порядка, который разработается национальным агентом. Наразі такого порядка нет, оскільки национальное агентство не имеет еще всех этих доступов до государственной теймнице. На сегодняшний день я получила доступ до государственной теймнице. Для этого нужно... Мы начнем работу по завершению разработки порядков, которые мы уже готовили на базе РНБО. Мы готовим для этого, соответственно, помещения. И работники, которые будут иметь доступ к декларации, для того, чтобы их проверять, также должны иметь доступ к государственной теймнице. Эта работа проводится не в один день. И поэтому я хочу сказать, что декларации, которые подавали люди, которые связаны с государственной теймницею, могли бы и не подавать декларации за минулий год. Потому что этого порядка не было. Но, снова таки, сам факт, что все-таки эти декларации подавались, и, например, СБУшники могли бы... Ну, смысл мы уже поняли, Наталья. Спасибо. Мы поняли. Спасибо вам за ответы. Наталья Корчак, глава национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отвечала на мои вопросы.